Файнал Фэнтези 6 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 Очень-очень много раундов там до старта, никто меня не засосал, я уже там и его лечил, так как герои контратаковали. Вот так вот, да. Пойдём дальше, друзья, пойдём вперёд, заглянем на аукцион, 500 тысяч гил я накопил, так надо всем выставить атаки, и подписчик-сорокис писал о том, что мы там сможем купить эскалибур и вероятность его появления 1%, так что сейчас будем пытаться сто раз зайти туда. Прыгают, так же давай обычную атаку пока. А кто из наших героев приближается к уровню? Вот Сетсор, Сетсор стремительно летит, но у него голем правильно выставлен. Перед входом в каждую новую локацию очень мудро сохраняться. Оперный театр. Какой романтичной была часть, когда мы с вами наблюдали оперу, в которой участвовала Селес, вы помните, друзья, с замечательным саундтреком, и всё это очень классно. Ох, плохи дела, совсем плохи. Пожалуйста, поговорите с импресарио. Ой, мамочки. Прямо в центре моей сцены расселился дракон. Что же мне делать? Так, что же, это один из секретных боссов, и вы мне об этом не сказали. Это приятно. Это круто. Так, ну пусти меня, импресарио. А готовы ли мы к схватке? Надо на всякий случай поставить сюда кого-то. Так, Эдгар, что у тебя? Маги нет, совсем она тебе не нужна. Стойкость нормальная. Стойкость будет у Сетцера. 31 тысяча опыта, конечно, вряд ли прилетит, но кто знает. Но, друзья, дракон, у него же, может быть, что-то украсть можно, да? А лока нету? Нет, давайте мы лучше попозже сюда вернёмся. Истрага нету. Всему своё время. Когда просто импресарио сказал нашим друзьям о драконе, они молча развернулись и решили удалиться. Импресарио из-за этого ещё больше запаниковал. Но мы вернёмся. Так, всё, наверное, ещё первые опыта. Музыка сейчас в мире руин пропитана просто добротой в полной мере. Такая музыка должна быть в Final Fantasy. Это правильная музыка. Вот, вот эта атака к актуару наносит сумасшедший урон. Мы в Дзидоре. Это Дзидор. Самый западный город на карте мира. Естественно, с тех пор карта мира сильно изменилась. Начнём с магазина экипировки. Есть ещё новые предметы. Венец. Металлообруч, улучшающий показатели носителя. Полностью чёрный головной убор из далёких краёв. Чёрный клобук. Представьте, вы одели венец, и ваши показатели улучшились. Вы стали более тактичным, более уважительным. В общем, хорошо, когда хорошая одежда способствует выработке хороших качеств в человеке. Куда? Не так быстро. В последнее время в сторону Моранды летает много почтовых голубей. Кто, интересно, отправляет все эти письма? А мне тут на глаза недавно император Гешталь попался. Ну, по крайней мере, его портрет. Он у Оузера висит дома. Как живой, доложу я вам. Так, хорошо, может в этом портрете что-то будет? В нашем мире приходится придерживаться широких взглядов. Отдохнуть в гостинице? Не будем этим пренебрегать. Я случайно узнал что-то невероятное. У Смертовзора есть один секрет. Он не умеет восстанавливать здоровье после боя. Если продолжать сражаться с ним снова и снова, то есть вероятность взять его измором и в конце концов победить. Запомним. Смертовзор. Это, наверное, монстр, у которого очень много здоровья и который в один момент будет убивать нашу группу, поэтому надо наносить урон и убегать. Что-то такое. Ну что ж, сладко отдохнули. Можно и на аукцион отправиться. Сначала сюда. Все по порядку. Людей есть. Так, а нам 500 тысяч надо так, чтобы я тут не разогнался. Сверх нормы. Да, за этим всем давайте зайдем попозже. Посмотрим, что у нас останется после аукциона. Музыка. Этим все сказано. Музыка. Просто как будто слушаю какую-то классику. Моцарта, например. Музыка. Оузер нашел талантливую юную художницу и поселил ее в своем особняке, чтобы она писала ему картины. Ну, наверное, на его месте я поступил бы точно так же. Так, эфир, сильное зелье, перо феникса. Все это, друзья, у нас есть. Спальные мешки. И вот их можно докупить. Когда я в последний раз была у Оузера, я почитала его дневник. Да ладно, он лежал на видном месте. Что мне еще оставалось делать? Действительно. Суна, у тебя вообще не оставалось выбора просто. Читать или не читать. Говорят, на аукционе будут выставлять один редкий меч. Не знаю, делать мне ставку или нет. Так, он говорит о том самом предмете, который нам нужен. Скалибур. В наши дни чрезвычайно популярно искусство, передающее вид разрушающегося на части мира. Дом на северной окраине города принадлежит Оузеру. Он собирает произведения искусства и очень ценит хорошую живопись. Доберемся и до него. Ну, давайте посмотрим, с какой попытки нам посчастливится увидеть этот предмет. Ищите что-нибудь особенное? Сегодняшний специальный аукцион вот-вот начнется. Ладно. Вот наш следующий лот. Предлагаем вашему вниманию чудесный сундучок. Внутри мы видим прелестное кольцо героя. Если мне придется заходить сюда сотню раз. Забираем кольцо героя. Надо посмотреть, сколько у меня их осталось. У меня оно всего одно. И оно одето. Вот сейчас уже второе появилось. Однокомната у нас одета. Увидели, да, друзья, что на Эдгаре? Время от времени на продажу выставляются редкие лоты. Надо только не зевать. Здесь, в аукционном зале, можно приобрести по-настоящему ценные произведения искусства. Впрочем, вряд ли это по карману таким, как вы. Папочка, давай сегодня тоже кучу всего накупим. Ох, ну как тут откажешь, когда на тебя смотрят эти милые глазенки. Дьявол. Опять мою ставку перебили. Гррр. Эх, нужно было ставить больше. Вы, очевидно, не здешний. Держите спину прямо. Не сутультесь так. Я здесь в первый раз. Не думаю, что таким оборванцем, как я, здесь место. Тем не менее, тебя пустили. Так что посмотри на все и стремись к лучшему. Это просто что-то невероятное. Полностью роботизированная фигурка беса. Последнее достижение высоких технологий. Я хочу роботизированную фигурку беса. Она нам в ключевые предметы попадет. С пяти гил подняли до тридцати. Так и знал, что мы опять не будут перебить миллион. Я бы перебил, если было бы нужно. И вот еще что. Матери ни слова. В общем... Как бы этот папа не вырастил... Неблагодарного эгоиста из этого парня. Делал ему подарки то по пятьсот, то по миллиону гил. Так, ну они ушли. Будут ли они сейчас опять? Конечно, уже здесь. С другой стороны зашли. Экскалидур. В общем, он попадает нам на третий раз. Савакис писал, что вероятность появления этого предмета 1%. Либо мне дико везет, либо все-таки не 1%. Отлично высокая ставка в самом начале. Ставки еще будут? Конечно, будут. Хо-хо-хо, я все могу купить. 200 тысяч гилл. 300 тысяч гилл. Ставки еще будут? 400 тысяч гилл. 450. Сказала та, которая говорит, что вряд ли мне это по карману. Но пора показать ей. 500 тысяч продано счастливчику, сделавшему самую высокую ставку. Забирайте покупку. Мы получаем экскалидур. На сегодня это все. Возвращайтесь к нам снова. Так, у нас остается с вами еще 200 тысяч. Легендарный священный меч. Посмотрим, что сейчас еще тут продают. И отправимся на колизей, чтобы ставить этот меч в качестве ставки. Если будет еще одно кольцо героя, зефира в плащ, в плащ тоже возьмем. И кольцо героя еще одно тоже можно, друзья, приобрести для нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Хочу найти. Так, это уже оружие пошли. Ну почему мне так не везёт на поиск зефировых плащей? Вот, наконец-то. Да, это уже девятый. Это уже вторая роботизированная фигурка, просто ребята поняли, что делать фигурки по 5 гил это прибыльно, чтобы продавать их за миллион. Папочке было бы хорошо, после того, что произошло с миром, за миллион гил восстанавливать разрушенные города из-за того, чтобы покупать здесь механизированных бесов. Может быть сейчас нам дадут ещё одно кольцо героя? Если нет, то видно уже, что нет, то значит мы пойдём с вами дальше. Перед нами Зозу, туда полетел Гулубь. Но раз мы уже взяли меч, легендарный меч, то сходим в коллизии. Я обожаю чувства, когда знаю, что на карте мира ещё так много, друзья, надо всего изучить. Хочется, чтобы это количество уменьшилось как можно медленнее. Так. Сюда ещё споднимемся, конечно же. В особняк у озера. Как-то темно здесь стало, слушайте. Эта лёгкая романтика была создана в честь появления молодой художницы? Или по другой причине? Держитесь подальше. Так. Ну ладно. Ага. А вот так можно. Но, наверное, нам нужно как-то... В темноте сюда пройти. Портрет императора Гешталя. Ваша добыча, письмо императора. В письме говорится следующее. Легендарное сокровище покоится там, где из гор сложена звезда. Ещё одна подсказка, ведущая к легендарному сокровищу. Из гор сложена звезда. Надо бы это запомнить. Обязательно. Будем искать легендарное сокровище. Да, я так и знал, что тут всё так просто не закончится, друзья. Тени для век. Угу. Не так быстро. Давайте посмотрим, что это был за монстр. Я такие вещи, конечно, люблю спонтанные, но не люблю переживания о том, что мы что-то от них не выучили. Вот она. Мистия. Костюм мугла у неё. Можно украсть. Может быть, он есть только у неё. Конечно. Всё это... Когда в первый раз проходишь, беспокоит. Тут, наверное, будет какой-то дракон. А я даже не сохранился. Порюка, я сохранюсь на другую запись. Нельзя ли ещё с кем-то сражаться. С ведром. С ведром был бы интересный бой, когда на голову выливалось бы уши от помоев. Можно было сделать. Так, про доспехи прошу вас сообщить мугла. Если они единственные, то нужно будет не заново проходить весь аукцион и всё это дело. Поэтому ещё другой слот сохранюсь. С этой девочкой мы не говорили. Мне недавно попалась на глаза девочка, которая зашла в дом коллекционера живописи. Зашла девочкой. Девочкой вышла девочкой. Пойдёмте выяснять, друзья. А можно ли выключить свет? Так, так. Это дневник Оузера. Прочесть его дневник. Ну, мы тоже как она не можем. Тут такая ситуация, когда выбора не остаётся. Только что потратил целое состояние на новую картину. Она довольно большая, так что на первом этаже со всеми остальными её повесить не получится. Подумаю потом, где её можно будет выставить. Сегодня заходил один художник из ЗОЗУ. Работы свои показывал. Только время для потратил. Лампа над лестницей была сломана. Пришлось купить новую в лавке. Она, конечно, влетела мне в копеечку. Но зато сейчас только щёлкнуть выключателем, и всё становится ярким и весёлым. Я приглашал сюда художника из Кюлингена. Способности Аховы. Очевидно, ожидать, чтобы художник рисовал лучше, чем тренированная обезьяна, значит иметь завышенные требования. Я себя как-то странно чувствую в последнее время, с тех пор, как мне нарисовали эту картину. А ещё мне всё время мерещатся странные звуки. Похоже, что они доносятся из подвала. На этом дневник заканчивается. Как бы там в подвале... Не произошло чего-то ужасного, и нашего коллекционера не постигла беда. Ладно, мы сохранились. Посмотрим здесь. А теперь пойдём в подвал. Картина с дверью и застой. Кровавые танцы. Перед кончиной. Прямо перед нашим прекрасным мужчиной, Эдбером. Плясуя с Клинками. У неё есть костюм углов, всё, значит вопрос снят. Отлично. И второй монстр. Супер-шар. Супер-шар. В краже супер-шар. И в выпавших предметах супер-шар. Дробилка. Называется монстр. Так. Где она взяла столько котов? На картине материализуется образ пожилой женщины. После сражения ничего не произошло. Всё я сделал правильно. Надеюсь, что да. Мощно контратакует Сабин. Хорошая защита у этой Суни. Я думал, от магических атак у неё будет слабее защита. У неё и от физических, и от магических сильная защита. Какая-то сокровище. Ух ты. Услышали? Кошмар. Друзья. Дверь открывается сами по себе. Это какой-то подвал с привидениями. Кольцо мертвеца. Точно. Это мы заврели. Кольцо, поражённое проклятием из потустороннего мира, превращает носителя в существо из загробного мира. Замечательно. Тут, наверное, будет нежить ещё встречаться. Хотя, кто знает, живые ли эти плясуньи. Так-так, я так хорошо продвигался. Думал, что нашёл секрет. А нет? Там ещё одна картина с каким-то образом. Раз, два, три, четыре, пять. Сталин может вышибать. Ага. То есть, тут будет некая головоломка. И вот эти вот ложные двери будут вышвыривать нас. Можно добраться ко второму сокровищу. Здесь костюм мугла. Кстати, их костюм просто как песка на морском дне. А я так проспереживался за него. Так, проверим эту дверь. Ясно. Перед входом снова сражение. Не дадим этим птицам выклевать нам глаза. Третья дверь. Что же нам нужно? Так. Немного продвинулись. Эти двери не открываются сами по себе. Тут мы можем выбирать, куда идти. Однако, это как бы на возвышенности. Видите? В неё нельзя войти. Заходим сюда. Парящие сундуки. Это что ещё такое? На голову будут падать? Замечательно. Точно. Я не ошибся. Большие сундуки. И в них целое кошачье семейство и, как обычно, их хозяйка. А давайте посмотрим. 293 гидла. Хорошее число. Может быть символическое. Дикая кошка. С пёстрым костюмом. Так. Мы смотрели. А тут костюм Чоково. В этом подвале монстры с чьими-то костюмами всё время. Ну, ползун. По-моему, мы его смотрели. Почему он спятный знак у него? Вертушка. Хм. Лягушка. Поскакушка. Да. С собой у неё вертушка. Посмотрим вообще ещё. Всех, кого мы не смотрели. Вазиджьята. Первого феникса. Вазиджьята. Очень интересный никнейм, ребята. У кого-то из вас есть никнейм? Вазиджьята. Я бы взял только, чтобы его было приятно всем произносить. Так. Я вот сейчас вспомнил, что у нас здесь не хватает монстра. Надо бы пройтись. Пробовать туда, к Терри снова. Может мы его найдём. Так. Следующий сундук, пожалуйста. Мы становимся на Такую Как бы плиту Подсвеченную тенью И сундук спускается к нам. Ты не вазиджьята, так что Пора заканчивать с тобой. К чему этот кровавый танец на 23 жизни не очень понятно. Зелье. Давайте полечимся. Лучше вот так, наверное, будет сделать это. И ещё я хотел экипировать кольцо героя. Думаю, что пока что вот сюда его экипируем. А вместо чёрного пояса, точнее гипернаруча, мы оденем чёрный пояс, чтобы была контратака. Заметьте, здесь вот есть тень, но сундук не падает. Однако, прям на этом квадрате началось сражение, ничем не отличающееся от обычных. Это просто лишь рандом. Можно ли посмотреть на эту картину? Так и знал. Так и знал, что с этой картины тоже вылезет какой-то монстр отравленный поцелуй. Там и сок рябиновой вишни, наверное, тоже отравленный. Так, отсчёты здесь устраивать я буду. Угу. Ещё одна дверь. Слушайте, какая интересная локация. Посмотрим. Очень похожа концовка на турецкий марш. Та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-тан, тра-та-тра-тра-тан. Я, почему Моссарта, я вспомнил тогда, ещё неосознанно. Накладные усы можно украсть. Накладные усы. Натур-морт. В каждом судяке такая компания. Ух ты. Чуть не сбил микрофон. Эфир. Эфир это. Эфир. Тоже у него здесь я-то, так что давай. Закончим это быстро. Не стала она делать кровавый танец для Селес. И не танцуют для женщин золотой иглы. У нас было 99. Начинаю опять, друзья, думать. А не будет ли это незащитным сокровищем? Надо все предметы, которые у 99, пойти и попродавать. Так. Нет ли здесь какого-то прохода. Селес долго смотрела на себя в оперном облачении. И не могла поверить, что она здесь. Представьте такое чувство, увидеть себя на картине, в которой вы никогда не знали, что я кто-то рисовал. В подвале темном. Со всякими кольцами мертвецов. Это знаете ли, не очень. Не очень. Не зря, наверное, здесь есть точка сейфпоинта. Впереди что-то очень страшное. Поэтому сохраниться обязательно нужно. В какую дверь из этих пойти? В эту или в эту? Что за ними? Узнаем в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова